Итак, ребят, у нас сегодня выходной день, мы вышли погулять, подышать свежим воздухом, потому что у нас в Казани уже растаял весь снег, уже стало очень тепло, в общем, мы так классно переоделись в наши новые шмоточки, ребят. Вот, хотим сейчас пройтись по центру, погулять, потому что давно этого не делали, было очень холодно до этого. Пойдем сейчас по озеру Кабан, по набережной такой небольшой, хотим дойти до большой набережной, через весь центр Казани, будет показать вам, как тусуется народ, как будем тусоваться мы. Ребят, мы заметили, что уже много приезжих в Казани, потому что у нас классно тут. Мы уже не дождемся лета, когда будем снимать побольше видов, а гулять почаще. Здесь получится куда-нибудь поехать, в плане уже есть поездки. Классный контент. Потому что зимой мы, конечно, работали, никуда не ездили, только в Казани гуляли. Очень хотим сменить обстановочку, создавать классные видосики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ребят, мы только что зашли в наш любимый парк. Это даже, наверное, более такой сквер. Парк тысячелетия называется. Вот, мы его очень сильно любим, потому что он находится в самом-самом центре Казани. Рядом с нашим универом находился, мы тут очень частенько гуляли, ходили. Вот здесь очень классный фонтан, но он почему-то сейчас не работает, и вообще еще не распустились деревья, они такие голенькие еще. В общем, это зима, но тепло. Еще, ребят, люди очень странно одеты, потому что кто в талфтовках, кто уже в футболках, кто в кажанках. И мы там обоих пример. Тоже странно оделись. Нам вроде прохладно, но вроде и солнце, и оно очень сильно печет, нам жарко, короче, непонятно. Погода, как обычно, весной бывает вся эта тема. Что одеться, что не надевать. Так что, возможно, в следующем видосе мы уже будем в футболках, так что не удивляйтесь. Это вот чисто погода в Казани. Да, еще большая особенность, но здесь очень сильно ветрен. Ребята, мы зашли за кофе. Вот наш любимый скоро кофе. Так прикольно. Ни разу тут не были почему-то. Хотя не удивительно. Наш график супер-пупер плотный. Часок не делал. Смолила. Что, я тоже куда-то ждем? Смолила. Что, я тоже куда-то ждем? И так, пацаны, мы уже вышли из Куратова. Что-то у нас очень сильно похолодало, и уже садится солнышко, мы решили погулять чисто здесь, вот в центре, пришли на театр Камала, вот мы можем заснять вон такую площадь, там вот у нас уже озеро Кабан. Летом тут еще фонтанчик поставят, совсем скоро уже, вот у нас недавно, где-то две-три недели назад прошел топик по корейскому зиму, вот мы очень долго к нему готовились, в месяц, где-то месяц с чем-то мы к нему готовились, вот и вот сдали, и ждем результаты, и скорее всего они будут только в конце мая, у нас был такой небольшой стресс, мы очень сильно готовились, изучали, учаевники там скачали, тесты решали, Мы так сильно подтянулись в свои корейские, что сейчас гордимся собой, не знаю, конечно, как мы сдали вообще сам тест, надеюсь, нормально, потому что в первом топике нам сдается всего лишь первый и второй был, может кто в курсе, надеюсь, мы хотя бы и первый сдали. Но, на самом деле, мы очень мало готовились, потому что месяца вообще не хватает, так что готовьтесь намного заранее, чтобы сдавать наш топик. Мы хотим заснять целое отдельное видео, там, как мы вообще готовились к топику, потому что, думаю, это многим сейчас интересно, корейский язык, как мы все изучаем, но... Решили не идти сегодня до большой набережной, потому что очень сильно похолодало, мы еще как назло купили холодное кофе, вот, нас уже вечер, 6 вечера, надвигаемся потихоньку домой, в общем, хоть как-нибудь прогулялись, да, и уже рады этому, да. Смотрите, как прикольно здесь. Вот этот домочек красивый. Ребят, мы решили зайти в пекарню. Ребят, как я давно все это не ела. Купим чак-чак и вот эту бубочку. Типа вкусной еды и нет калорий. В общем, ребят, еще из таких, как наши стихи, мы, как мы говорили в прошлом видео, мы вернулись к просмотру аниме. Привет всем поклонникам. Мы очень начали смотреть такой популярный аниме, как Клинок рассекающих демонов, очень прикольная дема. Но под началом нам показалось, что он такой немножко жестокий. Жестокий, да, типа, что там кровь показывает, но мы не очень такое любим, потому что нам кажется, что всегда в таких вот сериалах, аниме, можно бойтесь без этого. Да, ну, вообще, версии прикольные, смешные, и я очень часто видела наших знакомых косплей вообще на этих персонажей, и очень круто получалось. Наверное, только благодаря косплеерам мы начали смотреть, узнали. Я даже знаю, что в Корее он тоже был очень популярный, все его вообще смотрели. Вот тут как-то немножко прозевали этот момент, и так сейчас наворачиваем мужчины. Да, мы уже посмотрели первый сезон, нам прямо очень понравилось. Будем смотреть дальше. Пока что нам нравится главный герой, но он, наверное, всем нравится. Да. Вот, еще там прикольный есть такой, типа, как кабан. Да, свинец. Он очень смешной, он мне напоминает персонажей из Хвоста Феи. Такой забавный чувак. Вот, будем смотреть и наблюдать за перстами дальше. Ну, еще мы смотрим, кстати, дораму очень интересную, называется она «Завтра». Прикрепим вот сюда вот название точное. Сняли по Вептуну очень популярному. Сейчас очень много начали снимать дорам по Вептуну, это прям очень мегапопулярно. И такие сериалы, они, кстати, очень сильно похожи на аниме, мы заметили, потому что немного вот этот стиль манги, есть, вот эти персы необычные. А сама сюжетка всегда какая-нибудь фантастика. И такое интересно смотреть, кто вообще смотрит дорамки, аниме, ребят, пишите. Итак, ребят, сегодня мы пришли в очень классное кафе, называется «На Добра». Мы здесь первый раз, показали очень много вкусностей, когда принесутся, за это вам покажем. Это такое итальянское кафе, очень крутое. Все тут очень классно, музыка играет, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok. Добро пожаловать в Казахстан! Спасибо. Так, ребят, мы сегодня пришли в театр имени Качалова. Будем смотреть спектакль. Ни разу тоже здесь не были. Нам посчастливилось сюда сходить. Тоже купили себе билеты по пушкинской карте. Спасибо нашему правительству за это. Так что ждем представления. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребят, у нас только что закончился спектакль. Нам очень сильно понравилось. Нам было очень круто. Да, были и смешные моменты, и поучительные моменты. В общем, мы первый раз были на таком спектакле, именно такого формата. Вся буша пальца. Сняли вам немного. Надеюсь, вы даже сходите, посмотрите, потому что было очень интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!